Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в новом шоппинг-влоге. Я недавно встала, пошла искупалась, смотрела Дом 2 и красилась. Кстати, такой момент. Я недавно смотрю блогеры, и в общем, у нее по телевизору там Дом 2, и она снимает влог, и она взяла, заблюрила телевизор, чтобы люди не увидели, что она смотрит Дом 2. Может быть, это реально как-то стыдно, но мне не стыдно. Если я смотрю, что здесь такого? Если мне интересно, я как бы это аргументировала и говорила вам всегда, что я смотрю, и мне за это не стыдно, в общем. Сегодня мы должны с Фати увидеться и пошопиться, так как у нас все рестораны, кафе, не знаю, кино, домино, все закрыто. Единственное счастье, единственная радость, что нам приносит это шоппинг, тем более хорошие скидки, прям вау, скидки до 70%, поэтому нужно пойти и закупиться клевыми луками, потом нафотографироваться для инстаграма. Поэтому решила сегодня снимать для вас влог, я думаю, что вы будете рады. Я, значит, зашла в супермаркет, нужно купить что-то для мукбанка. Прежде чем встретиться с Фати, мне нужно снять мукбанк. Я пока что даже не знаю, хожу здесь, выбираю, но так, не знаю, в голову ничего не приходит, что можно легко и быстро приготовить без помощи мамы. Сладкие мукбанки я, вроде, вам уже в последнее время много наснимала. По идее, всего до хрена, а выбрать не из чего. Думаю взять вот такую вот штуки, ансу шоколадные, вот такие вот кексики, 9 штук здесь в упаковке, берем. А еще есть вот такие интересные печенья, не знаю, вкусные они или нет, но упаковка выглядит очень такой, знаете, здоровой, типа здоровое питание. А здесь у них есть фунчоза, по идее, надо бы приготовить, попробовать, но я, если честно, не умею это готовить, не знаю, понравится или нет, поэтому как-то боюсь брать, стоит 10 манат такая упаковка. Так, я большая, молодец, я уже успела снять, смонтировать, уже почти выложить видео. Фатя только едет. Вот, я долго думала, что же можно одеть, но главный аргумент для меня было то, чтобы легко снималось и одевалось, потому что мы будем переодеваться, и это должно быть максимально удобно, поэтому я решила джинсы даже не одевать, потому что они целый час одеваются, потом снимаются, это все сложно, долго. У меня был вариант одеть в платье, либо что-то вот такое вот легкое. Перемерила кучу вещей и решила пойти в этом. Мы уже с Фатей встретимся около этих всех магазинов, чтобы не терять лишнее время, поэтому я минут через 10 уже выдвигаюсь. Я решила взять рюкзак, потому что думаю, что накупим столько всего. Но когда я всегда так думаю, ничего не нравится, в конце прихожу с пустыми пакетами. Фатя сказала, что это мы с ней. Есть белый и черный. Стоит на скидке 7 монат. А эта кофта, которую вы у меня спрашивали, она сейчас уже на скидке 22 моната. А стоила вот, мы покупали за 35. А я как всегда здесь. Посмотрите, какое белье красивое. Вот такие вот трусы. Бомба. Есть еще вот такого вот цвета. Берем. А еще есть вот такой вариант. Белый. Безумно нежно. Какие же трусы. А такие на скидках. 15 монат стоят. Есть еще вот такой вот оттенок. Очень красиво. Какие кружева. Вау. А вот такие юбки на скидке по 10 монат. Есть такие расцветки. Есть и розовая. А вот эта расцветка вообще бомба. Хотя здесь другой ценник уже стоит. А нет, одно и то же. Очень крутой топик. Я хочу такой с такими шортиками. Или юбочкой. Что это? Здесь просто-то хрена народу. Смотрите, сколько всего я взяла мерить. Сейчас буду мерить и вам пока стоят. Вот как понять, кто за кем. Что ты можешь сказать по поводу нас? Я понимаю, хоть могу сказать, что я в шоке. Я в большинстве. Я хочу нормально жить. Извините мне мою жизнь до карантина и до коронавируса. Пожалуйста, корона, уходи. Ты достала меня, а ты у меня здесь сидишь. Стоим в очереди, ждем. Очередь огромная. Ведь я едет и глющая. Вот. И шли на другую очередь. Ты был с собой роман. Да, да. Да, да. Да, да, да. Ну все, наконец-то мы в раздевалке. Будем сейчас все это мерить. Мне очень нравится. Но здесь видно грудь. Следующий вариант выглядит вот так. Мне больше нравится. Сильно очень. Не с этими брюками, конечно, но прикольно. Мне очень нравится. Только немножко лифчик видно, но это с белыми надо носить. Мазюна. Следующий вариант. Такой комбинационный. А это мне не нравится. Стоит 34 монота. Как ночнушка просто. Вот этот комбинец очень крутой. Но просто мне кажется, он немножко мне большеват. Надо свой размерчик взять. Но как потом вернуться в раздевалку? Тут такая огромная очередь. Прям ужас. Надо было два культа. Мы с Пупсиком нашопились. Домой приду, покажу вам, что же мы купили. Я гель для фиксации бровей. Когда не делаю, у меня брови в разные стороны. Вообще надо сделать длительную укладку бровей. Это очень крутая процедура. Думаешь? Да, надо попробовать обязательно. Чем микроблейдинг делается? Лучше уж такую процедуру сделать. Здесь золото продают. Может, посмотрим? Вот такие вот красивые браслеты здесь. Фатя выбрал вот такую вот вещицу. Классная, но лето уже заканчивается. Так, я уже в другом магазине. Здесь освещение по-лучше будет. Взяла вот такой вот мерить костюмчик. Насчет цены он стоил 121, а сейчас стоит 36. Мне очень нравится. Сейчас померя, посмотрим, как на мне. Будет. Фатя говорит, обязательно надо брать. Просто длинный. Надо подрезать, отдать партному. Проблема в том, что немножко вот здесь большевата в талии. Ну, терпимо, я думаю, да, Фатя? Да, мне кажется, тебе очень подходят такие с открытым животиком. У тебя красивые животики. Спасибо. Она ведьма, она снимает в букбанке, но при этом у меня, смотрите, какой у нее прескок камень, посмотрите. Какой камень. Второй вариант, который больше понравился Фатим. Вернее, кофточка понравилась. Мне предпочти больше понравился. Да, но здесь вот этого вот не будет. Тоже красиво. Но здесь, мне кажется, подрезать не надо будет, хотя здесь тоже надо будет. Каблуки если одеть, можно не подрезать. Ну, кусочки как будто. Это тоже около 130 стоит, но сейчас на скидке... 130? Да. Сейчас на скидке 30. А, на ней вообще есть как пижама. Я думала, 20 марта. Этот классный. Да, тот лучше. Классно, но мне жмет в грудях. И слишком открыт живот, на мой взгляд. Еще вот так делаешь, нога открывается. Нет, я, наверное, не буду брать этот вариант. Ну, круто. Мне нравятся вот такие брюки. Белые. 20 минут. Сейчас мы идем в сторону с Аддиным. Я спросила у Фати, есть ли что-то, что ей нужно. Она сказала, что она не помнит, но вспомнит. Пошли. Вот так вот мы переходим дорогу. Снимаем вложек. Один раз в такой момент появился. Да, 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 я помню. Фатя сказала такое неприличное слово, и мы переходили дорогу. И там в машине сидели парни, и они так посмотрели на нас. И парни так посмотрели на меня. А же стыдно сказать, что я сказала. Это очень неприличное. Планировалось, что ничего не возьмем, но взяли. Каждый по пакету. Костюмчик, который я покупала в красном цвете. Я даже не видела, когда брала. Иди, корми меня. Смотрите, какие брюки. Они зимние, правда, но я давно хочу такой фасончик с такими штучками. Такой фасончик с такими штучками. Как понятно. Какой комплект красивый. Чья это рука? Угадайте. Стоит всего 14 манат. Мне нравится, а Фатя говорит, это картошку копать в огороде. Но мне очень нравится. Как вы думаете? Ну, если с очень загорелым черным телом, то было бы круто. А так... Хотела померить, но не влезла в эти брюки. Очень крутые. Именно попа не влазит. Платье мне не нравится, потому что выглядит, как ночнушка. Но очень удобно. Нет, зачем купальников на море не ходим? Зачем надо покупать. Ты ходишь, но я не хожу. Это детский, но здесь, смотри, есть сзади. Как это мило. Как красочно у тебя. Как классно. Очень крутой купальник. Здесь попа. Если бы мы ходили на море, карантина бы не было. Я бы с удовольствием взяла. Но какой смысл брать, если все равно сидеть в доме? Карантин есть, но море открыто. Можно ходить на море. Просто кто-то ловушка сидит дома, она с бабушкой. А я хожу, загораю. Смотрите на меня. Да, Фатя загорела. Говори здесь. Что может быть у ребенка зеленка, кроме ветрянки? Скажите мне, пожалуйста, я не болела ветрянкой, а там ребенок весь зеленкий. Это страшнее корон. Нет, я тоже обратила внимание. Как можно с таким ребенком идти в магазин, пугать людей? У него ветрянка. А может, это что-то другое? Я надеюсь, что это что-то другое. Потому что если я заболею ветрянкой, у меня планы. Грандиозные. Я еду тусить в район вообще. Тусить. Тусить в другой город еду. Поэтому вообще никак не вариант. Ой, надеюсь, я не заболею. Я тоже не болела, кстати, ветрянкой. Я сзади прошла, я не трогала. Я тоже не трогала. Ну, может, у него не ветрянка может быть? Нет, у него ветрянка была. Ты не видела, сколько всяких этих зеленых штучек? Лицо тоже было? Да, да, да. Ты видела лицо? Да. Таких надо сажать. Таких матерей надо сажать и штрафовать. Винглайт. Может, пойдем посмотрим? Да, давай. Ужас, не делайте так. Мне кажется круто. Тебе только кажется. Да? Наверное, я покупаю однотипные вещи. Я взяла шортики с этим. Как-нибудь плохую. Ну вот, серьезно, вот куда ты будешь это носить? Можешь мне объяснить? Ну да, ты права. Ужасно хочу пить. Пошла в продуктовый магазин. Ищем воду. Когда заходишь в незнакомый продуктовый магазин, хрен найдешь, что это воду. Не сюда. А куда? Вот такая вот юбка. Здесь такой разрез. Мне кажется, прикольно. Если было бы чуть-чуть повыше, и вот так вот было бы лучше, да? Чуть-чуть на размеры, если меньше было. Ну все, мы уже идем домой. Вот, все накупили. Фатя, почему я только таскаю постоянно все? В общем, мы идем кушать грузинские хренькали вкуснейшие. Счастья нету предела. Ура, наконец-то. Хорошо, что купили, потому что скоро я чувствую, что магазины закроются. И тогда хрен, что купишь вообще. У нас одно время так было. Открылись магазины, а потом заново закрылись. Поэтому пока открыты, нужно дерзать. Тем более, такие скидки вообще улет. Я вам дома покажу, почем. Я купила почти бесплатно. Сабину зашли, косметоз купили, который вообще не планировали. Там тоже оставила немало бабла. Но я взяла такие вещи, которые действительно мне нужны. Например, тональная основа. А здесь мы не были. Да ладно. Тональная основа. Например, Фатя взяла кое-что от NYX. Короче, дома вам покажем. Фатя, наверное, свои вещи покажет в своем видео. Кстати, где этот бублик? Фатя? Вот позвоните, куда он делся? Мы, кстати, в магазине в Нью-Йорке расспросили, можно ли вернуть, если что. Нам сказали, что да. Потому что мы прям необдуманно купили. Много народа было. Всех торопили, что давайте быстрее и быстрее. Люди ждут, люди ждут. У меня вообще была идея, когда я увидела эту очередь, просто купить все, а потом, если что, вернуть. Потому что они разрешают, сами говорят, когда покупаешь. Это, кстати, хорошая идея. Я была в течение четырех дней, и можно вернуться. Но мы потом решили, что зачем Марокко и все дела. Все равно это все нам не надо. Поэтому подождали. Сначала мы наверху ждали, там очередь вообще не двигалась. Спрашиваешь, кто последний. Хрен знает. Причем я такая подхожу, продавщица мне такая, говорит, сами знаете. То есть вы сбережитесь, откуда мне знать. То есть мне показалось, что она не поняла мой вопрос. Потом я переспросила, я говорю, а не, ну вы работаете здесь? Может, я что-то не так поняла. Она говорит, да, я говорю, очередь общая или в каждую примерочную своя очередь? Она говорит, общая, общая. Но там все стоят такими кучками, и что не поймешь. Одни справа стоят, другие слева, и я не понимала, за кем я стою. Вот так вот, искусственное освещение. Покупаем освещение. Покупаем освещение. Давай я это сниму. Я, он коробка снегёж садимся с обжелом. Вот такой вот свет покупает Фатя. Мне кажется, очень круто. Здесь регулируется. Помните, в прошлом блоге я вам показывала? Штатив такой вот. Можно и желтый свет делать, можно и белый. Поздравляю, пупсик. Смотрите, какой крутой кейс для телефона, для моего. Очень красиво. А еще есть вот такой вот вариант. Падлуя. Такие еще есть. Это про Макса, мне один. Здесь у нас вовсю варятся грузинские хиньгали. Мы уже дома, кстати. Здесь я готовлю вот такой вот салат. Огурчик, помидорка, маслины. И еще здесь будет сыр. Будет бомба. Нашопились, мне кажется, на слабу. Так хорошо мы не шопились никогда, мне кажется. Думаешь? Прям я купила все, что мне по душе. Но, к сожалению, нас торопили. Говорили быстро-быстро, поэтому даже не знаю. Я даже не смогла посмотреть. Иногда покупаешь что-то, а потом выходит какая-то зазоринка. Я пусть такой брызжчивый человек, если какая-то зацепка. Как-то горела, Фатя. Да, ужас, очень болит кожа. Ты пробовала кефир намазать? Я мажила, мажила. Мажу пантенолом. Да, он тоже помогает, кстати. Я уже на быструю руку вот так вот сварила. Грузинские. Хомячим. Здесь такой вот салатик. Как тебе, Фатя, салат моего приготовления? А люди пишут, Айка готовить не умеет. Умеет. Особенно, смотрите, они приготовленные мамы. Фатюка обычно. Я вообще-то налепила прямо сейчас. Так, давайте покажу, что же я купила. Давайте начнем с косметики. Я купила две пудры от Rimmel. Это Stay Matte. Стоят они по полной цене, по-моему, 11 монат. Что-то там какая-то скидочка была. Такой тональный стоит 25 монат. Самый светлый я взяла. Затестила, мне понравилось. И две такие тональные основы от Rimmel. Вот такую я не пробовала. Такая у меня есть. Будем тестировать. В принципе, знаете, в Сабине дороже, но как-то мне почему-то кажется, что там оригинальная косметика, поэтому беру там. Но вообще в других магазинах можно это все купить дешевле. Дальше. Мне очень нравится этот костюмчик, который я взяла в Родриго. Мерила разные, но мне кажется, самый вот прям топ. Это вот этот. Сейчас померю, вам покажу. Изначально стоил 121 монат, а сейчас на скидке 36. Мне кажется, это очень-очень дешево для такого крутого костюма. Еще я, кстати, не заметила. Здесь есть, потом мне дали. Вот такая вот штука. Это типа на волосы, чтобы дополнить образ. По мне просто бомба, но не застегивается. Я сама не могу застегнуть сзади. Обязательно нужен помощник, так скажем. Купила вот эту юбку. Хотя она мне большая на самом деле. Но я хочу дать шве, чтобы она вот здесь вот немножечко вот так вот защипала. Или как правильно сказать. Вот здесь вот по шву немножко, чтобы уменьшила. Это еще не точно, но хочу так сделать. Но юбка супер бюджетная. Стоила 8 монат на скидке. Я подумала, почему нет. Из ниточки все отрежу. Вот. Смотрелась просто бомба. Лето уже заканчивается. Мы все покупаем. Покупаем шмотки. Дальше. Что я купила в Нью-Йорке? Я взяла вот такую кофту. Она невероятно клево сидела. Подчеркивала фигуру. Эта кофта стоила 11 монат. Всего-то навсего. Прикиньте комбинезон, который я купила по полной стоимости. Фатя купила с 70% скидкой. Ее вещи она покажет в своем влоге. А я, кстати, одену кое-что вам покажу. Кое-что вы уже, в принципе, видели в магазинах. Это такой комбинезончик. Но я даже договорилась. Не то, что договорилась. Я спросила, можно ли будет вернуть. В случае чего мне сказали, что да. Этот стоил 23, а изначально стоил 45. Вообще быстро-быстро все мерили. Это такой тубум. Быстро-быстро все мерили. И немножко было неудобно в этом плане. Потому что очень торопили консультанты. Потому что люди ждут и все дела. С. А сразу не прогадаешь. Ты, например, взяла С размер. Тебе, например, нужен Л. Ну, к примеру, да. За размером, чтобы пойти, ты оставляешь свою, как сказать, раздевалку, получается. И туда кто-то заходит. 23. Ну, это вообще бомба. Это вообще бомба. Но есть такой момент. Это шорты и длинный рукав. Немножко странно. Сейчас одену и вам покажу. Как я вам, ребята? Мне очень нравится. Просто здесь оторвалась булавочка. Или как сказать, оторвалась эта штучка. Ну, в общем, суть вот такого. Правда, у нас здесь бардак. Не обращайте внимания. Ты не снимай бардак. Снимай эту штучку. Мы просто я должна была тебя показать. А там мэринглайд валяется еще. Кстати, надо его проверить. Вот такой вот комбинезончик. Стоило всего 23 моната со скидочкой. Да, оно было очень плотное. Итак, второй наряд. Мне очень нравится. Кажется, что это такое короткое платье. На самом деле это... Ну, вы поняли. Кстати, это еще короткое платье. Нет, это шорты. Партик, это не платье. Смотри, как ясно. Ты видишь, ты видишь? Я обещаю, что вазенье буду. Мне кажется, что это очень стильно. Прям вау. И недорого. Со скидочкой самое то. Просто знаете, что смущает? Длинный рукав и коротень. Вот это песка в обуви. Человек не стой. Вот у человека голова. Привет! Опять девушка без головы. Такой вот прикид. Ну, вы уже, наверное, видели в магазине. Мне кажется, очень стильно, очень красиво. Прям бомба. Буду носить. Но единственное, надо отрезать. И это я сделаю, скорее всего, к следующему году. Точно. Когда уже будет не модно. Ага. Мы с Фатей однажды купили одинаковое платье. Фатя-то отрезала? Фатя-то отрезала и начала носить. В отличие от этой красавицы, которая... Я постоянно забываю. Я несколько раз ходила. Это ваш самое любимое платье, можно сказать, из летних. Да, мне будет его отрезать. Я тоже буду его носить. Вы его видели у меня в Инстаграме. В каком я витте? О, моя вау. Никто не идеален, запомните. Фотографии в Инстаграме это обман. Это в Инстаграме. Да вот без фильтров человек. Вот. В моём Инстаграме я не витрую фотки, кстати. Фотки я без фильтра. Поэтому они такие страшные. Спасибо. Спасибо подругам. Вот это подруга. Лучшая подруга это тот, кто скажет. Но я фильтрую, она всё равно страшная. Так что... Всё не страшно. Мама. Я не смогу, да, если что-нибудь. И последний лук, который я купила. Это вот такая вот кофточка на зиму. Как я люблю открытые плечи, но как же без этого. И вот такая вот юбочка. Зарядка уже садится. Я хочу эту юбочку вот здесь вот немножечко ушить. Не в бёдрах. Только нога в камне. И зеркал. Нету пакет. А, да. Не обращайте внимания. Это... Когда здесь идёт и нога. Это пятка сквозь. В общем, вот такие вот покупочки мы совершили. Остались очень довольны и рады. Частенько давай такой шоппинг. Так, жрала. Ну, если ногу обрелась. В общем, мои хорошие, на этом всё. Я уже устала, буду ложиться спать. Хочу с вами попрощаться. Пожелать вам удачного дня. Если вам понравился подобный формат видео, то обязательно пишите в комментариях. Я буду знать и каждый раз на шоппинг буду брать вас с собой. Мы в четверг собираемся с Шелли. Ещё один удар шоппинга. Если вы с нами, то я только за. Всех люблю, целую. Всем пока.